Алло. Алло, здравствуй. Здрасьте. А с кем я общаюсь? А я с кем? А кто мне задает? Ну я позвонил, хочу узнать, кто ты. А я хочу узнать, кто ты. Интересно. Очень. Ну да. Ну все же, давай начнем с тебя, а потом переключимся на меня. А кто кому звонит? Ну вообще-то я к тебе. Ну наверное ты должен представиться сначала. Не, представлять зачем мне что-то. Могу сказать как есть. Давай говори. Что именно? Хочешь узнать именно меня или мое имя хочешь узнать? Ну скажи, кто ты есть. А, божественный бессмертный дух. Так. Так. Ну, услышал? Ну. А теперь хочу узнать, кто ты. А как тебя звать-то можно? Имя мое, собственно, Иван. Угу. Так. Так. Хочу узнать, кто ты. Живой мужчина, хозяин меня, Антон. Живой мужчина. Ну а жизнь, скажи, пожалуйста, что такое ты понимаешь под словом жизнь? Ну, на эти вопросы я отвечал в прямых эфирах многократно. Ну хочется вот сейчас мы с тобой общаемся. Отодвинем все эфиры, всех остальных. Отодвинем. Только есть ты и я. Только есть ты и я сейчас. Нет, есть еще время мое и твое. Ты у меня отнимаешь время. Переключаешься. Живой мужчина, как ты определился. Ты сейчас переключаешься совсем на иную тему. А говорится сейчас о тебе. О самом главном. Это о тебе. Можно говорить о чем угодно. Но знать ты этого полностью, ну как можешь? Знать ты только можешь о себе. То есть самого себя. Лучше тебя. Тебя. Кто может знать? Еще раз вопрос. Присоединю цель звонка. Цель звонка узнать, кто ты. Узнал? Нет. Нет? Нет. Хорошо. Дальше. Цель не достигнута. Ну, хочу еще раз попытаться. Ну, ходи дальше. Ну, почему ходи? Ну, почему ты режешь разговор? Без всяких на то причин, без всяких на то, знаешь, корыстных целей. Хочу узнать. Хочу узнать. Хочу узнать. Хочу узнать не только для себя, но для того, чтобы и ты понял для себя, кто ты. Ну, ты хочешь. А я, допустим, не хочу. Что делать? Это твое право. Божественное твое право. Высшее право. Ну, попытка-то была. Все-таки я со своей стороны сделал все, что мог. Попытался. А ты уже решил, как ты решил. Ты в том-то и дело, что ты попытался. Ты применил пытки. То есть ты позвонил. А, ну, хорошо. Хорошо, как правильно. Хорошо. Измени это слово. Хочу ли я общаться с тобой? Замени, живой мужчина, замени это слово пытки. Ну, попытался, да, на более доступное. Ну, то есть смысл, чтобы был бы правильный и вязался с твоим словом. Так это не мое слово. Это ты сказал, попытался. Я сказал, да. Я сказал, ты его, ну, поставил под сомнение и объяснил, в чем оно заключается. Я с тобой согласен. Я с тобой согласен. Стой. Стой. Ну, а, так, так. Стою. Да подожди, е-мое. А почему ты говоришь, мне замени это слово? Почему я должен твое слово заменять? Ну, у тебя альтернатива есть? Что? Ну, альтернативное слово есть, но альтернатива. То есть если ты считаешь, что это неправильно, да, я понимаю, у тебя есть пояснение этому. А есть альтернатива? Е-мое. Всегда должна быть альтернатива. Ты диалог умеешь вести, нет? Ну, хочешь сказать что-то, слушаю. Так я говорю, ты перебиваешь постоянно. Слушаю тебя. Ты из чего взял, что я считаю, что это плохое слово или его следует заменить? Я такого не говорил. Ты пытаешься свое мнение выдать за мое. Многократно уже так пытался. Может быть, может быть, в этом моя ошибка. Может быть, я согласен. Ты мне начинаешь приписывать то, что я не произносил и не говорил и не делал. Ну, все-таки ты дал объяснение, а слово попытался, что это значит, подразумеваются пытки. Я согласился. То есть нет противления твоему пояснению. Вот так можно сказать. Ну, а почему ты хорошо согласился и при этом ты мне даешь прямое указание, типа замени? Нет, замени, я прошу тебя. Слово прошу не было. Возвучу сейчас, прошу тебя, замени. Ну, допустим, твоя просьба, вот ты произнес... Хорошо, твое право, хорошо. Я тебя услышал, твое право. Я насчет этого подумаю, сам поищу альтернативу, чтобы знать. Хорошо, ты скорректировал в этом моменте. Так. Так. Вернемся к тому, с чего начинали. Нет, давай вернемся к тому предложению, где ты использовал слово попытайся. Да, попытался. Это слово, которое тебе самому не понравилось, на то, которое посчитаешь нужным, и произнеси заново это предложение. Ну, это надо обдумать, и тогда, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Давай, жду. Ждешь, все-таки время есть. Хорошо. Мною действие было сделано, то, что сам посчитал нужным, обратиться к тебе и задать такой вопрос. От меня, все, что зависело от меня, мною было сделано. Вот так. Это ты к чему? Ну, к тому, чтобы исключить слово пытки, попытался. Исключил я это слово. А к тому, что от меня зависело, а от меня зависело ровным счетом то, что позвонил тебе и задал вопрос, кто ты. Неясно. Дальше что? Ну, ты отклонил это? Чего отклонил? Ну, попытку мою... О, блин, видишь, попытка не надо. Попытку выкинем. Ну, все-таки это слова-паразиты, они вновь и вновь будут пытаться одолевать нас. Ну, мы же выше них, так что будем, да, жду. А это чьи паразиты? Мои или твои? Ну, если я их озвучу, значит, мои в данный момент. Ну, а почему ты... Ну... Это... К тебе подсел паразит. Да. Зачем тебе сказать слово это... Хорошо. Ты на него... Подожди, подожди. Ну, давай договорить, да что ж такое-то, а? Ну, все, не это, не возмущайся. Вы говорили. Не возмущайся, Антон, не возмущайся. Слушаю тебя. Продолжаешь разговаривать, вместо того, чтобы помолчать и дослушать. Наконец-то. Тебе подсел паразит. Да. Заставил тебя произнести слово, которое ты не хотел произносить. Конкретно вот это. Попробуй. Попытайся. А, да. Попытайся. Точно. Вот. И ты пытаешься после этого, тебя паразит заставляет сказать мне, чтобы я это слово заменил. Ты понимаешь, насколько он тобой помог? Нет. Это от меня. Я понял то, что ты сказал. Я принял это. Вот эту корректировку я принял. Принял то, что ты сказал. Это так и есть. Попытайся. Это и есть пытка. Да. Я с этим согласен. Нет, подожди. Я к чему веду. Давай уточним. Вначале ты ответил на вопрос, кто ты. Напомни. Да. Напомни, как ты сказал. Божественный бессмертный дух. Так, вот теперь к этому добавляем. С паразитами. Борюсь, который. Который борется с паразитами. Ты с ними борешься? Конечно. На татаме или на ринге? Ну да, видишь это. Отказываюсь от них. Правильно ты говоришь. Какая борьба может быть? Отказываюсь от них. Пытаюсь. Видишь, обратно пытаюсь. Стараюсь. Вот. Стараюсь. Вот оно и есть, это слово. Оно придет. Мы же в информационное поле закинули этот. Нужду в ответе. Вот. Стараюсь отвергать их. Стараюсь обходиться без них. Вот так. Ну вот. Ну вот. К чему-то пришли. Хорошо. Не пришли, а пришел. Ну, как будет. Да, пусть будет так. Я давно. Пусть будет так. Я тебя благодарю за то, что это все так произошло. Именно в данный момент. Именно в разговоре с тобой. За что тебя и благодарю. Благодарствую. Вот. Ладно. Рад бы у тебя слышать. Пообщаться. Пусть будет он такой разговор. Ну, какой есть, такой пусть и будет. А так вообще рад бы с тобой пообщаться. А можно? Слышать тебя. Да, конечно. А я могу этот разговор разместить для всех? Конечно, твое право. Высшее. Нет, я не говорю про мое право. Я спрашиваю твоей воли. Да. Мое право тебе дать разрешение на это. Я не спрашиваю, какой у тебя право. Я даю его тебе. Антон, я тебе даю его. Вот. И поэтому тебе и говорю, твое право. Нет. Изначально. Это и есть согласие. Да, е-мое. Говори. Когда ты говоришь, у кого есть какие права, ты не проявляешь волю. Я тебя конкретно спросил, даешь добро? А ты мне начал разъяснять, у кого какие права есть. Ну, а какое сознательно с ним можно говорить? Опять паразиты у тебя там какие-то, вот, к тобой правил. Ну, вот, ты не их подкидываешь. Нет, надо их отвергать. Я подкидываю. Я их выявляю, высвечиваю, а ты не видишь этого и не осознаешь. Как же так? Ну, я же с тобой соглашаюсь, когда их выявляешь, даже соглашаю, что они имеют место быть и от них надо отказываться. А вот тут вопрос, ты ли соглашаешься или твои паразиты? Паразиты, я думаю, были бы против этого всего, потому как их, в принципе, после этого они исчезнут. Если от них отказаться, они исчезнут. Они имеют место быть, пока мы ими, ну, так скажем, под них диктовку действуем. Ими руководствуемся, этими паразитами в своей жизни, в своем разговоре, в действиях своих. Нет. А когда от них отказаться, их просто нет. Нет, не согласен. А скажи, как думаешь? Если ты взял, пошел в лес и взял с собой топор, но ни разу его не использовал, это не значит, что у тебя не было топора. Ну, ты имеешь в виду, надо знать и иметь еще навык? Нет, я имею в виду, что до тех пор, пока ты не снимешь с пояса топор, не сделаешь действие, топор по-прежнему с тобой. Логично? Так. Ну, соответственно, паразиты, если ты от них отказался, но не проявил свою волю, что они тебе не нужны и до свидания, я теперь сам по себе. Мне не нужны всякие паразиты и навязывания чужой воли. До тех пор паразиты до сих пор с тобой. И рано или поздно они будут проявлять себя. И рано или поздно топор начнет натирать ногу. Или руку, или пояс порвется. Что предлагаешь? Я? Я ничего не предлагаю. Я тебе говорю, как мир устроен. А что делать, решать тебе. Ну. Ну, так отказаться. Ну, отказался ты от использования их. Ну, они при тебе, ты имеешь в виду это. Да. Но они все равно при тебе находятся. Ну, ты от них отказался. Но если ты полностью отказался, то есть их вообще не воспринимаешь, что их нет. Их нет. Ну, ты топор не используешь, он все равно на поясе висит. Так поменять сознание, что их вообще нет. И топора твоего также нет. От того, что ты осознаешь, что у тебя нет топора на поясе, ты не знаешь, что топор исчезнет с пояса. Все зависит от тебя. Так нет, все зависит от тебя, от твоих действий, от твоих поступков, от твоей воли. А ты до сих пор воли не проявил. Ты не сказал, что я в этих паразитах больше не нуждаюсь. До свидания. Нужды нет, да. Отказываюсь от них. Верно. Это неправильное проявление воли. Ты опять сказал, я топор использовать не буду, пускай висит дальше. Так, отказываюсь от их услуг вообще, в принципе. От их нахождения рядом со мной. Воздействие каким-либо образом на мое сознание, на мои действия, принятие решений. Отказываюсь от этого всего. Все то же самое. Отказываюсь использовать топор, который висит на меня на поясе. Отказываюсь от ношения этого топора. Отношения от нахождения их рядом, я же повторил. Ну, повторяю. Ты сказал, как ты не хочешь. А вот как хочешь, ты еще до сих пор не сказал. Ты буквально говоришь, я хочу пойти в лес без топора, но при этом топор до сих пор там висит. Ты не сделал действия, ты не сказал, как ты хочешь. Да, верно. Я уже сам разберусь, как я хочу. Вот. Но без них. Вот так. Ну, хорошо. Ты нарубишь веток и разожгешь костер без применения топора, который у тебя до сих пор висит на поясе. А ты имеешь в виду, эти паразиты нужны для того, чтобы какие-то действия выполнять? Нет. Я имею в виду... Положительные в мою сторону? Нет. Ты не слышишь себя, ты отказываешься от использования топора, но ты его не снял с пояса. Отношение его, от нахождения его рядом со мной, отказываюсь от этого всего. Его нет. Ты меня не слышишь. Хорошо. Ладно, Антон. Ну, рано или поздно осознаешь. Все-все придет в свое время. А так же и ко мне может что-то и в твою сторону. Так же. Все в свое время. Главное, спокойно это все воспринимать, без всяких на то разгожителей. А так все хорошо. Рад был еще раз тебе, повторюсь, с тобой пообщаться. Слышать тебя рад был. Ну, дальше больше. Будем на связи. Я думаю, еще не последний разговор, как-нибудь созвонимся, пообщаемся. Добро. Благодарю. Благодарю тебя. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok